здравствуйте друзья с вами я александр и сегодня ко мне подъехал смартфон тэк на пова 3 как и его предшественник повод 2 аппарат очень ожидаемой обсуждаемой двойку к сожалению мне протестировать не удалось вот троечка ко мне в руки все-таки попала смотрим что нам обещают 7000 миллиампер часов батареям 33 ватта быстрая зарядка 6 9 вузе плюс огромный экран 990 герцовый helio g88 процессор игровой движок 128 на 6 память и 50 мегапикселей трайпл камера цветовое решение у меня до electric blue тот самый крутейший популярный в общем то данная серия считается доступным игровым решением и двойка тоже пользовался очень большой популярностью но и троечка тоже я думаю будет у геймеров в почете хотя конечно процессор здесь среднего класса так что у нас тут аппарат сам бумажечки от тэк на всякие разные как всегда гарантия пола пленка на экран на экране значит пленка не наклеена сертификация продукта кому интересно можете почитать это что тут instagram facebook к соц сети бампер силиконовый прикольный какой-то тисненый весь ну это самая зарядка на 33 ватта кстати сам аппарат поддерживает до 25 ватт зарядку только это указано прямо на официальном сайте зарядка 33 и значит кабель юсбиси так собственно сам аппарат смотрим цвет конечно бомбически у него совершенно бомбический красивые переливы здесь еще вроде как есть подсветка до матовая это части это глянцевая но красавиц красавицкой от нечего тройная камера четверная вспышка сканер отпечатка сбоку без признаков люфта включаем приятные вибра кстати раз-два качелька громкости сверху у нас выход дополнительные то есть здесь стерео в этом смартфоне моток у нас какой кстати эти глянем должен быть человеческий то есть две симки карта памяти да здесь у нас карта памяти здесь две сим-карты отличные кстати решение мне очень нравится что они так делают ну и что тут у нас еще нет ничего нового все то же самое так аппарат загрузился естественно я сразу удаляюсь на его тестирование и будем его изучать снизу да у нас еще значит решетка динамика основного нижнего юсб тайп си естественно микрофон единственный по моему в этом смартфоне все-таки и три с половиной миллиметра и так друзья прошли первые два дня моего общения с этим аппаратом и рассказываем первое это конечно внешний вид он друзья просто бомбический это задняя крышка вот с этим вот эффектом не знаю флуоресцент нам как ее назвать переливающимся в общем выглядит она просто супер второе конечно сборка тут никаких претензий нету вообще все монолитно ничего не скрипит никаких люфтов нету все прекрасно чехол комплектный очень качество мне его понравилось помимо того что камеры вообще не выпирают еще и у чехла есть небольшой бортик который вообще предотвращает какие-либо повреждения камер а также есть у него небольшие вот здесь выступы если положить его на экран то касаться поверхностью он не будет экрана по поверсти на который лежит аппарат конечно же крупный при такой диагонали он просто не может быть маленьким но в принципе вот в сравнении с моим получается 6 и 7 вот так вот он выглядит для мужской руки конечно нормально хотя к сейчас и девочки любят большие смартфоны собственно поглощать с них контент конечно одно удовольствие далее экран как я сказал уже экран большой диагональ его 6 и 95 сотых дюйма производитель заявляет 69 2400 на 1080 точек то есть full hd плюс 25 к 9 соотношений сторон и максимальная частота обновления 90 герц экран друзья реально хорош помимо того что у него отличная цветопередача углы обзора белый цвет обратите внимание серый черный цвет также неплохо для ps матрицы у него еще отличный запас яркости на солнце он остается читаемым даже под прямыми солнечными лучами к слову сказать в автоматическом режиме если выставить он умеет на солнце прибавлять яркость относительно ручного стекло которым прикрыт экран имеет олеофобное покрытие отлично скатываются капли это порадует любителей тактильных ощущений которые носят смартфоны без какой-либо защиты пленок стекол и так далее в общем для этой ценовой категории экран более чем отличный мультитач у смартфона на 5 касаний претензий никаких к нему у меня пока не возникла частота дискретизации сенсорного слоя наверное как и у предшественников два раза больше чем 90 то есть 180 герц видите достаточно быстро отображается ли не никаких залипаний нету надо тоже можно записать к плюсам данного экрана однокристальная система здесь установлена helio g88 от mediatek 12 на метров 8 центральных ядер два кортекса 75 6 кортекса 55 и графика мали g52 mc2 оперативная память стандарт lp ddr 4x ее 6 гигабайт в данном случае и накопитель стандарта и mc51 демонстрирует нам вот такие вот скоростные характеристики гигбенч результаты центрального процессора о сингл коры мультикор и gfx bench графика тоже в принципе вполне типичные результаты для этой платформы назвать по-настоящему игровым решением конечно этот процессор нельзя далек он от этого это обычное среднее решение которое в принципе да имеет достаточную производительность для всего в том числе и для игр запуска их на средних настройках имею ввиду тяжелые а вот на датчиках в аппарате экономить не стали это несказанно радует есть у нас и акселерометр и датчик ориентации и light сенсор и о чудо proximity приближения обычный хороший качественный инфракрасный пароприемник передатчик работающий в любом положении а также у нас есть еще и гироскоп причем аппаратный магнитный сенсор также присутствует батарея смартфоне литион-полимерная на аж 7000 миллиампер час есть быстрая зарядка в комплекте блок на 33 ватта сам смартфон максимально может заряжаться мощностью 25 ватт я успел сделать один тест именно поэтому мне пришлось два дня потратить на тестирование смартфона потому что youtube аппарат смог проигрывать на разрешение 10 860 кадров в течение 20 часов 29 минут отличный результат вполне ожидаемый для такого аккумулятора все остальные тесты энергопотребления конечно же будут к полному обзору навигация gps глонасс байду и галилео система поддерживаются спутниковые значит один только у нас диапазон приемника что принципе нормально для бюджетных устройств первый холодный запуск с балкона причем сегодня еще был пасмурный день вторая половина дня и в общем то результат вот такой вот нормальное количество спутников приличные уровни что особо порадовало очень точный магнитный датчик то есть на даже на месте показывает точно ваше направление магнитный комплекс и во всех навигациях на месте будет показывать также правильно вай-фай у нас два диапазона 2 и 4 5 га герц тоже все в порядке с работой на первый взгляд это у нас на 2 и 4 это на 5 га герцах связь 4g аппарат тоже показывает хорошие результаты сегодня правда говорю было пасмурным видимо поэтому не разогнался больше 60 конечно еще сделаю тестов дополнительных динамик микрофон хорошего качества особенно понравился микрофон разборчивость его прямо таки шикарная динамик разговорный имеет хороший запас громкости ну и тембр в принципе тоже передает голосовой правильно по системе настройкам установлен у нас 12 android собственной оболочкой high os 86 0 на тэк на common 19 про мы уже видели и и все необходимое в ней имеется сейчас на настройках я супер подробно останавливаться не буду покажу лишь основное так экран частота обновления регулируется 90 60 автоматически тут же у нас есть размер шрифта регулировка яркости и темная тема разумеется тоже у смартфона имеется звук и вибрация раздельные регулировки всего чего можно присутствует технология dts также есть умный музыка игра видео эквалайзер присутствует можно покрутить его ручками если вам хочется безопасность сканер отпечатка пальца работает молниеносно также разблокировка по лицу тоже работает быстро лаборатория батареи все основные настройки энергопотребления различные энергосберегающие режимы но также здесь можно посмотреть использование приложениями у смартфона есть nfc android auto otg подключения bluetooth 5 версии с поддержкой кодека и и си специальные функции здесь у нас есть смарт-панель вот так вот она вызывается есть игровой режим игровое пространство сейчас покажу чуть позже а также есть прикольная функция подсветки потому что вот здесь вот у нас спрятан индикатор правда сразу скажу работает она пока не очень правильно по или я не понял и алгоритм давайте продемонстрирую на подключение зарядного устройства видите загорелась палочка раз два три и все и погасло на звонки моргает почему-то один раз только синим но уведомления вообще не моргает в общем немножко кривовато работает функция вот так сказал сцены игры тоже когда запускаем игровой игровое пространство которое вот так вот красиво здесь выглядит вот сиреневеньким моргнула один раз и все кстати тротлинг тест у нас показал вот такие результаты в общем вполне прилично есть один провальчик но потом видите производительность восстановилась в целом оболочка под 12 андроидом и вот этой вот 8 версии мне чуть меньше нравится как работает чем 11 признаюсь честно у нее иногда бывают микролаги случаются в частности со шторкой иногда вот с этими панельками ну вот но по большому счету конечно смартфон работает хорошо никаких вылета в приложении или других проблем не замечен далее мультимедиа смартфоне у нас установлены стереодинамики послушаем прекрасный звук этих стереодинамиков очень тяжело заткнуть этот динамик кстати он достаточно громкий будем делать естественно обзор изнутри этого аппарата посмотрим каких он там размеров этот динамик в общем-то звук очень неплохой я не скажу что это какой-то там хай рез но стерео и нормального вполне качество низких конечно хотелось бы как всегда побольше ну не забываем все таки что стоимость этого телефона не флагманская и за эти деньги это вполне сбалансированный нормальный звук наушниках по bluetooth честно признаюсь я пока не тестировал из полезных функций здесь у нас еще присутствует диктофон я вижу также я где-то видел fm-радио да вот она правда работает она только при подключенных наушниках также многих порадует функция записи разговоров с линии которая встроена уже в звонилку причем работает она без всяких предупреждений в ручном и автоматическом режиме ну и напоследок пробежимся по камере так здесь у нас установлена три модуля но по факту 50 мегапиксельный один настолько интересует второй для размытия заднего фона применяется и 3 это искусственный интеллект и ой это 2 мегапиксельный основной у нас 50 мегапикселей это samsung с 5 к джей n1 бюджетный модуль диафрагма здесь его 1 и 6 фронталка у нас 8 мегапиксельная galaxy code gc03 а 3 с диафрагмой 20 камера вполне типичная программа для смартфонов техно режим обычный и ой кам под фото здесь так называется есть дальше видео короткое видео красота портрет и ночной режим вот здесь вот у нас скрываются настройки дополнительные такие как замедленная съемка про режим можно ручками покрутить все тайм-лапс ультра hd включение 50 мегапиксельного режима сверху пропорция улучшение фото различные фильтры режима hdr очень выключен включен автоматический и настройки изображения и всего остального видео разрешение 2k максимальная стаба к сожалению нету есть функция съемки с режимом на размытие заднего фона бакена 720 сразу включается у нас но и по фотографиям сделать я успел пока немного однако в общем-то картина уже ясно как всегда вход комнаты при искусственном освещении делаю небольшую крупу видим отличную детализацию для этого модуля это наверное самая лучшая реализация его потому что прекрасно видно структуру обоев елочки иголочки так сказать и динамический диапазон в тенях как видите информация имеется далее сразу парочка ночных фотографий даже в автоматическом режиме смартфон отлично справляется с вечерними фото видно номера машин отличная асфальт хоть чуть-чуть и размыт но тем не менее никаких крестиков ноликов как я их называются цифровых артефактов не замечено а если выключить ночной режим то мы получаем более яркую насыщенную картинку конечно здесь чувствуется обработка тем не менее обратите внимание номера машин улучшились немножко стали пожирнее но и в целом вытянулись все тени картинка стала более резкой фронталка 8 мегапикселей в помещении скромно резкости конечно хотелось бы чуть-чуть побольше дневные фотографии очень хорошо качество отлично работает автоматический режим hdr небо под вытянуто немножко пересветов нету потому что без hdr это выглядит вот таким вот образом небо все выбито вот так симпатично прописалось небо причем если сделать очень большой крок видно что вот этот кабель который проходит он без ступенек и отдельные листочки на крайне далеко вода удаленные березе и полосочки на стволе видны прекрасно макро модуля в аппарате нет однако со расстояние около 7 8 сантиметров можно сделать вот такое вот фото различные мелкие предметы на расстоянии тут тоже работает автоматический режим hdr я считаю что для этого модуля это отличная фотография фронталка при хорошем освещении показывает лучше чуть-чуть результаты есть у нее портретный режим однако что он немножко размывает персонажа в данном случае меня видите волосы по краям у меня задеты достаточно сильно размытием видео 2k звук моно видео в принципе пишет неплохо очень жаль что нет никакой возможности стабилизации хотя бы электронный запись видео смартфон техно повод 3 разрешение 2k стабилизации к сожалению смартфона нету фокусировка отлично работает микрофон один соответственно звук моно экспозиция также хорошо отрабатывает мягенько фронталка также умеет писать видео в 2к и также к сожалению нет стабилизации на фронтальную камеру также может 2к писать аппарат максимально также стабилизации к сожалению нету в общем и целом неплохо очень выглядит что ж друзья пока по аппарату все сразу скажу аппарат понравился прежде всего своим ярким большим экраном это в общем-то меня удивило такое качество экрана я не ожидал увидеть конечно люди хвалили предыдущую полу в принципе по экран там вопросов не было но здесь мне прям очень понравился такого экрана поглощать мультимедийный контента до удовольствия опять же стереодинамики нормальный набор датчиков достойная вполне камера процессор да его можно только условно считать игровым однако в принципе для задач повседневных его хватает немного не понравилось пока сыроватая работа оболочки кстати был уже одно обновление вот я вам сейчас чтобы не быть голословным покажу да вот она 92 мегабайта я очень надеюсь что будут еще обновления ближайшее время которые улучшат стабильность работы и немножко исправит работу вот этого индикатора потому что логика его работы мне пока непонятно в общем будем тестировать будем также делать обзор изнутри кстати пишите в комментариях хотите ли вы такой обзор но и во взрослом обзоре все точки над и уже расставим по этому аппарату а на сегодня друзья у меня все подписывайтесь на все мои ресурсы в соцсетях такие как яндекс дзен контакт и telegram всем мира добра до новых встреч пока